Около 700 тысяч участников и уголовные дела за запрещенную символику, как прошел День Победы на Украине. 9 мая 2019-1956. Сергей Гусаров. В ходе празднования Дня Победы на Украине МВД страны завело по меньшей мере 5 уголовных дел и 13 административных за использование красных флагов и георгиевских ленточек. Всего в памятных шествиях по всей стране приняли участие около 700 тысяч. Человек, сообщили в полиции. При этом акции сопровождались провокациями со стороны украинских националистов. Празднование Дня Победы на Украине сопровождается различными провокациями и инцидентами. Украинская МВД возбудила ряд уголовных и административных дел за демонстрацию различных символов, запрещенных украинским законодательством. Полиция сообщила, что завела 13 административных протоколов за использование георгиевской ленточки и еще 5 уголовных дел за использование запрещенной на Украине символики. Позднее МВД уточнило, что за время празднования Дня Победы было получено 22 сообщения о георгиевских ленточках и еще 23 заявления об использовании другой запрещенной символики. Дело инициировано по статье Украинского УК «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического, нацистского, тоталитарных режимов». Так, в Одесской области уголовное дело на местного жителя завели за то, что он приехал на торжества по случаю Дня Победы с флагом красного цвета. В одном из сел Измаильского района мужчина приехал на торжества по случаю Годовщины Победы с красным флагом, с запрещенной украинским законодательством символикой и привязанной к велосипеду георгиевской лентой, сообщает пресс-служба полиции Одесской области. Мужчине вменяют распространение коммунистической символики. Наказание по соответствующей статье предусматривает до 5 лет лишения свободы. Дополнительно в отношении нарушителя составлен протокол заношения георгиевской ленты. В Днепропетровской области одно из уголовных дел открыто в отношении 60-летнего жителя одного из поселков, который на заборе вывесил красный флаг «С». Изображением серпа, молота и пятоконечной звезды. Кроме того, пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты. Вчера пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили двух граждан Молдавии, женщину и мужчину, которые ехали на автомобилях через пункты пропуска Паланка и Кучурганафта, прихватив с собой запрещенную символику, георгиевские ленты, говорится в сообщении ведомства. В отношении обоих жителей Молдавии введен запрет на въезд на Украину на три года. Напомним, в 2015 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, который предусматривает уголовную ответственность за изготовление, распространение и публичное использование коммунистической символики. В 2017 году в стране начал действовать закон о запрете на использование георгиевских лент. Первичное нарушение карается штрафом в 2550 гривен, около 96 долларов, повторное – 5100 гривен, 192 доллара, или 15 суток административного ареста. Добавим, что накануне 9 мая украинские пограничники усилили охрану границы, чтобы не допустить ввоза в страну оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора, а также въезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями. Инциденты на памятных шествиях. Как сообщает Интерфакс Украина, в Харькове во время праздничных мероприятий произошли стычки. По информации агентства, на мемориале славы по случаю Дня Победы состоялось возложение цветов. Церемония перетекла в перепалки и стычки между людьми, которые шли с портретами погибших в войне и скандировали спасибо деду за победу, и националистами. Отказался от победы советского народа, в России отреагировали на идею Климкина заменить бессмертный полк на Украине. Предложение министра иностранных дел Украины Павла Климкина об ответе на акцию «Бессмертный полк» в Софиде РФ назвали странным и По информации ТАСС, шествия сопровождали люди, которые несли портреты лидеров националистических движений Украины, в частности Степана Бандеры и Романа Шухевича. Корреспондент агентства отметил, что националисты скандируют лозунги украинской повстанческой армии, УПА, и обращаются к участникам основного шествия с репликами о том, что 9 мая не является Днем Победы. На акции присутствовали сотрудники полиции, которые не вмешивались в происходящее, пишет ТАСС. Несколько десятков украинских радикалов также потребовали изменить программу ко Дню Победы на телеканале Интер. Националисты выразили недовольство по поводу концерта Победа. Одна на всех и фильма «Ни шагу назад». Как сообщает ТАСС, один из координаторов протеста назвал телеканал агентурой Кремля. Участники акции также разместили на здании офиса Интера в городе Героя Киева наклейки с надписью «Выключи Российское». Несмотря на сообщения о провокациях, в целом памятные шествия прошли мирно и без инцидентов. Как отметили в Нацполиции Украины, акции прошли спокойно и без грубых нарушений общественного порядка. Как уточнили в ведомстве, по всей стране прошло более 1400 мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В этих акциях приняли участие около 700 тысяч. Отмыться от такого еще не удавалось. Порошенко назвал ряжеными участников «Бессмертного полка» президент Украины Петр Порошенко, который в ближайшее время сложит свои полномочия, назвал участников акции «Бессмертный полк». В свою очередь, избранный президент Украины Владимир Зеленский высказался о дне памяти и примирения. Этот праздник учрежден на Украине в 2015 году, его отмечают 8 мая, в день общеевропейского празднования победы над нацистской Германией. Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Залужным и связную по Прайсковье Зеленчук-Потяг. На снимке они пожимают друг другу руки. В подписи политик призвал преклониться перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того, чтобы в будущем нас объединяли только победы, написал Зеленский. Позднее будущий глава украинского государства опубликовал еще одну запись, посвященную Дню Победы. На Украине эта дата по-прежнему является государственным праздником, однако официальные мероприятия власти обычно назначают на 8 мая, то есть День памяти и примирения. Избранный президент также предложил считать 9 мая Днем Благодарения. «Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом и победил. Просто благодарны всем, за возможность родиться и жить», — написал Зеленский. Ранее в официальном Twitter-аккаунте МИД Украины появилась запись о том, что 8 мая отмечается день окончания Второй мировой войны, хотя на самом деле эта дата отмечается 2 сентября. На ошибку обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как оказалось, официальный Киев сегодня отмечает день окончания Второй мировой войны. Ну что могу сказать? Доигрался. Режим, переписывая историю. Потерялся во Вселенной, написала она. Украинская повстанческая армия, УПА, украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России, решение Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года.